Здравствуйте, микрофон у Михаил Хазин. Начинаем сегодняшнюю передачу, она будет длинная, час. Напоминаю, телефон прямого вечера 7887.0, но на вопросы я буду отвечать позже. Пока поздравляю всех предстоящим великим праздником. Ну и хотелось бы немножко объяснить роли места этого праздника в современной экономической картине мира. Дело в том, что все помнят, что после страшного кризиса на западе 30-х годов, в СССР, напомню, кризиса не было, был наоборот бешеный подъем, произошла Вторая мировая война. Люди, которые немножко знают экономическую историю и помнят, что в конце 19-го, начале 20-го века тоже был жуткий экономический кризис, что в 1908-14 годах в Соединенных Штатах Америки была депрессия, которую тогда называли великой, пока не началась депрессия 30-х годов. И тогда все закончилось Первой мировой войной. Ну и, в общем, довольно много люди рассуждают на тему о том, что вот сейчас будет большая война. И мне хотелось бы эту тему осветить более-менее подробно, тем более, что вообще тема результатов войны и ее последствий, она на самом деле становится все более и более актуальной, как это странно не звучит. Итак, я уже говорил о том, что главный механизм экономического развития, начиная с 16-го, 17-го века, с появления той модели, которую мы сегодня называем научно-технический прогресс, это углубление разделения труда. То есть, иными словами, все более и более простые элементы работы начинают рассматриваться как независимые производственные процессы. В результате, собственно, желающие могут прочитать книгу Адама Смитов, которую он подробнейшим образом описал, как в его время на мануфактурах делали булавки. Ну, а сегодня можно сказать, что все эти производственные процессы разнесены, и в результате у нас происходит не только вертикальная интегрированность, но и горизонтальная. То есть, иными словами, люди, которые производят полуфабрикаты, они их продают не одному производителю, как это, собственно, было раньше, когда это был цех в составе некоторой сложной структуры, они продают их самым разным производителям, иногда однотипного, иногда и совершенно разного товара. Так вот, Адам Смит совершил некоторый переворот в экономике, высказав мысль, я считаю, что это совершенно гениальная мысль, о том, что если есть замкнутая экономическая система, то в ней уровень разделения труда максимальный, ограниченный ее размером. Ну, с точки зрения здравого смысла это абсолютно понятно. Если у нас есть деревня, в которой живет 100 человек, то вы не будете в этой деревне производить трактора. Более того, вы даже велосипеды, наверное, производить не будете. Хотя чинить велосипеды, может быть, в мастерской и будет там один человек, который в свободное от работы время чинит велосипед. А вот если у вас городок, в котором живет пара десятков тысяч человек, то производство велосипедов в рамках этого городка уже вещь осмысленная, если у вас имеется источник металла. Ну, например, какие-нибудь там детали от чего-то. А если вам нужно металл производить самому, теплить, то в этом случае производить велосипеды не получится, потому что производство металла эта вещь дорогая и населением в пару десятков тысяч человек не окупается. Ну, и так далее, и тому подобное. Так вот, если идея Адама Смита верна, она похожа, что она верна, то в этом случае весь мир в последние 350 лет должен был развиваться в рамках конкуренции и постоянного расширения нескольких технологических зон, в каждой из которых есть более-менее полный технологический спектр, которые друг с другом жестко конкурируют. Примерно так все и происходило. И на самом деле Первая мировая война и Вторая мировая война — это войны, которые произошли в тот момент, когда несколько технологических зон, а конкретно британская, американская и германская, пришли в очень жесткое противоречие. Мне хотелось бы отметить одну очень важную вещь. В конце 19-го, начале 20-го века Англия и США — это были не единая команда, а две державы, очень агрессивно друг с другом конкурирующие. Собственно говоря, разрушение Британской империи — это дело рук не Гитлера, и тем более не СССР или Японии, это дело рук Соединенных Штатов Америки. В 40-м году в Касабланке Рузвельт заставил Черчилля разрешить британским колониям торговать Соединенными Штатами Америки, минуя Лондон. Это и было уничтожение Британской империи. А Германия до 1914 года была самостоятельным экономическим центром. Все говорили, что Британия — владычица морей. Планы Германии по строительству флота должны были привести к ситуации, при которой к началу 20-х годов 20-го века германский флот, так называемый флот Открытого моря, становился более крупным, чем флот Британии. И Германия очень активно развивалась, при этом в ее технологическую зону входила, например, Россия. То есть она на тот момент находилась примерно в том же состоянии, в котором она находится сегодня. Мы в 30-е годы создали свою технологическую зону, спасибо Сталину, и в конце 80-х, в начале 90-х мы ее потеряли. В результате мы потеряли колоссальное количество производств, и сегодня мы даже при всем желании не можем сами восстановить свою технологическую зону. У нас нет производства. И при этом мы еще разрушаем окончательно то, что у нас еще дышит, ну и, соответственно, разрушаем систему образования, потому что, как правильно считают наши либералы, негоже какому-то там мелкому провинциальному образованию иметь имперскую по духу систему образования. Но вернемся к нашей ситуации. Значит, в начале 20-го века в мире было несколько остро, конкурирующих технологических зон. Экономика по-русски. Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин. Я продолжаю наше рассуждение о роли Второй мировой войны. Так вот, есть ли у нас кризис невозможности расширения? Это кризис падения эффективности капитала. Это означает, что деньги в инновации вкладываются, как и полагается в рамках модели научно-технического прогресса, но их невозможно вернуть, потому что из-за того, что рынки нельзя расширить, граждане не покупают эти инновации. То есть, иными словами, вложения не окупаются. В результате начинается кризис. Кризис финансов, потому что банки не могут вернуть вложенные деньги, кризис экономический, потому что предприятия не могут продать достаточное количество товаров, ну и так далее. А и в этой ситуации, казалось бы, война – это катастрофа. А нет. Поскольку есть конкурентные технологические зоны, то можно попытаться за счет военных действий отобрать себе часть рынка взбыта. Война и Первая мировая, и Вторая мировая – это были войны за рынки сбыта. Результат таких войн можно хорошо увидеть по примере России 90-х годов. Мы производили самолеты, мы производили вертолеты, мы производили станки. Сегодня, даже если мы захотим что-то производить, мы не можем заказать станки у себя. У нас нет больше станкостроения. В крупнейших станкостроительных заводах расположены офисные центры, дискотеки, как, например, в главном сборочном цехе станкостроительного завода имени Арджоникидзе и еще что-то. И в результате мы все равно будем закупать станки в других технологических зонах, на Западе. То есть, иными словами, Запад посадил нас на крючок. Аналогичная ситуация была в 30-е годы, но тогда СССР покупал не только станки, он покупал полностью оборудование для их производства. А потом учился все это делать самостоятельно. К 50-м годам, к началу 60-х, мы получили полную абсолютную технологическую независимость. Сегодня мы ее утеряли. Так вот, с чем было воевать в 14-м году? Понятно, речь шла о переделе рынков. Германия хотела получить колонии, за счет которых она могла бы развиваться, потому что там дешевое сырье и дешевые рабочие руки, и, может быть, немножко перераспределить в свою пользу часть европейских рынков. Британия вместе с Францией, потому что Франция после наполеоновских войн плотно вошла в британскую технологическую систему, технологическую зону, очень активно защищалась. Соединенные Штаты Америки решили воспользоваться итогами и влезть в драку уже на самом последнем этапе. Им это удалось, но разрушить германскую технологическую зону не получилось. Германская зона осталась, но зато Германию лишили финансовой самостоятельности. Знаменитые немецкие банки, о которых так много, например, писал Ленин в своих работах начала XX века, потеряли самостоятельность и стали англо-английскими и американскими. И вот тут началось примерно то же, что у нас в 90-е годы. Вообще те процессы, которые были в Германии в 20-е годы, удивительные, например, те, которые происходят у нас сейчас. А германские промышленники не могли получить кредиты. Потому что когда они приходили в банки, говорили, дайте нам денег на производство, банки говорят, вы знаете, мы не можем, тут вот риски большие, туда-сюда, высокая инфляция, нет, мы вам денег не дадим. Но зато эти банки готовы были кредитовать потребителей под покупку английской и американской техники, и английских, и американских товаров. И именно по этой причине в Германии такое большое различие получили чисто националистические движения, цель которых была восстановить собственную технологическую зону, восстановить финансы. И плюс к этому из германской технологической зоны выполнило колоссальное количество потенциальных потребителей. СССР стал создавать собственную технологическую зону. Кстати, это очень похоже на отпадение Китая в 60-е годы из советской технологической зоны с центром в СССР. В результате в Германии в начале 30-х шахт совершил совершенно замечательную реформу, поскольку контролировать частные банки он не мог, он создал систему параллельных независимых денег. И этими деньгами стал кредитовать германскую промышленность, которая тут же расцвела. В нашей стране была попытка это сделать, это была идея сделать федеральную векционную программу, как параллельные деньги. И частично это было реализовано после 98-го года, когда Масляков в течение года, а потом Геращенко до 2003-го года активно накачивали экономику за деньгами. Инфляция, кстати, при этом падала. Но в целом преломить либеральную модель не получилось. В результате сегодня российская экономика кредитования в рублях не получает уже 20 лет. И по этой причине разговоры о том, почему она падает, это даже не вопрос. Она не может расти в рамках той политики, которую проводит сегодняшнее правительство, сегодняшняя администрация президента, сегодняшний центральный банк. Не может быть в нашей стране нормального экономического роста. Может быть только иллюзия, связанная с тем, что избыток нефтяных денег перераспределяется через нашу страну, опять-таки на Запад, потому что мы покупаем импортную продукцию. Просто у нас очень высокая торговая наценка, которая играет роль ВВП. При этом производственные мощности, которые создаются в большинстве своем, не все, конечно, что-то появляется, но очень незначительно. Так вот, большая часть производственных мощностей, это отверточная сборка, которая работает на западных комплектующих, она используется исключительно для того, чтобы обойти таможенные пошлины. Уровень локализации крайне низкий. Так вот, сегодня ситуация разительно меняется. Аналогом мая 1945 года стал, соответственно, декабрь 1991. Распад СССР. Мы потеряли рынки. У нас отобрали все практически. И в этой ситуации мы не можем восстановить передовую современную экономику. Чтобы там нам не говорили разные идеологи от либерализма. Для того, чтобы восстановить современную экономику, нужны рынки сбыта. У нас их нет, и нас никто на них не пустит. Тем более в условиях экономического спада. Надо по-другому выстраивать модель. У нас есть потенциальный источник рынков. Это те 300-400 миллиардов долларов, на которые мы импортируем продукцию каждый год. Вот это рынок для нашего внутреннего производства. Мы должны строить снова, как в 30-е годы, отрасли, и жестко таможенными починами их закрывать. А после этого постепенно начинать выходить на экспорт. Только так. И еще при этом рассчитывать на то, что в результате экономического кризиса будут распадаться на сегодня единые рынки. При этом ожидать большой войны не стоит. Потому что тогда можно было пытаться получить чужие рынки. Сегодня рынки глобальные. Если вы в условиях кризиса падающего спроса начинаете еще и войну, спрос падает еще сильнее. И с этим ничего нельзя сделать. Это абсолютно объективная ситуация. А любой отказ от попыток получить рынки сбыта, это на самом деле означает капитуляция. Потому что невозможно современное производство без масштабных рынков сбыта. Вы не можете производить сложные технологические изделия, если вы их не продаете в большом количестве. Можно сделать что-то эксклюзивное какими-нибудь гениальными самоучками, какими-нибудь левшами. Но при этом повторить это более-менее массово невозможно, если вам некуда это продавать. В нашей стране это сегодня невозможно. Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин. Сегодня я буду отвечать на вопросы по истечении получаса. А сегодня еще несколько слов об итогах Второй мировой войны. Так вот, после того, как был разрушен СССР, в мире появилась монополия на идеологию. Монополия западная. И главной задачей, которую поставили перед собой идеологи западные, состояла в том, чтобы навсегда ликвидировать любую возможность альтернативы этой самой западной идеологии. А самая опасная альтернатива, это был марксизм. Его как бы постоянно обижали. Однако, тем не менее, во всей этой самой обиде был один момент, который Запад очень смущал. Это совместное участие во Второй мировой войне. Я уже говорил о том, что на тот момент было несколько технологических зон. Английская, японская, американская и германская. И было совершенно неясно, сможет ли там американская и британская один на один убедить германскую и японскую. Не говоря уже про то, что германскую, собственно, изначально и выращивали, как противовес СССР. Я напоминаю, что финансирование гитлеровской партии, НСДАП, во многом шло из американских и британских источников. В частности, одним из наиболее крупных спонсоров. Ну, я подозреваю, что он не своими деньгами платил, но, тем не менее, один из самых крупных спонсоров нацистской партии был некто Прескотт Буш, сын и внук которого потом стали президентами Соединенных Штатов Америки. Так вот, все это в рамках идеологии, ну, никак не вписывалось. Объяснять про технологические зоны, еще про что-то было нельзя. Ей имеется единственно правильная идеология. Да, Адольф Алоизович немножко переборщил, потому что не совсем следовал либеральным принципам, обижал гомосексуалистов, обижал евреев, и за это его наказали. Но при этом нужно было демонизировать Сталина и отменить совместную победу во Второй мировой войне. Именно этим и занялись идеологи западные последние 20 лет тому назад. Значит, все это двигается в рамках двух основных направлений. Первое, что Сталин и Гитлер это одно и то же. Что это два диктатора тоталитарных, жестких, которые, значит, никакого принципиального отличия с точки зрения вот этого нет. Это западная идеологическая модель. Она не интересуется собственностью, потому что считается, что частная собственность это святое. И в этом смысле все время делается попытка объяснить, что Сталин был диктатор, который просто взял всю собственность себе. Общенародная собственность в современном западном понимании отсутствует. Точно так же Сталин, как, впрочем, и СССР воспринимается исключительно как тоталитарное государство. Никто не задумывается над тем, что, собственно, как была устроена демократия в СССР. Демократии в СССР было много больше, чем, скажем, в сегодняшней России. То есть, любой нормальный человек мог легко получить защиту от, например, произвола власти. Причем обращаться можно было и в суд, и в комитет партийного контроля, да и просто написать в газету. Результаты были, и это все прекрасно знают. Да, конечно, уже к концу 70-х годов ситуация стала ухудшаться, когда там все забронзовели, но в 50-е, 60-е годы это было очень даже актуально. Дальше. Еще одна вещь, которая обязательно нужна Западу. Нужно изобразить, что, да, конечно, было союзничество с СССР, но оно было исключительно для того, чтобы СССР не поддерживал Гитлера, и, собственно, СССР не сыграл никакой роли в войне. Войну выиграли Соединенные Штаты Америки и Британия. И соответствующая история продолжается. И вот эта вот линия, которую очень активно вешают, как лапшу на уши, современному западному человеку. Ну и, конечно, главными событиями Второй мировой войны были, значит, Холокост и битва при Эль-Аламене. А Холокост это вообще святое, обсуждать его запрещено, и вполне понятно почему. Я уже много раз объяснял, что существуют достаточно достоверные документы, которые четко показывают, что сотрудничество между сионистскими организациями и верхушкой НСДАП началось в конце 20-х годов и целью своей имело вытеснение евреев из Германии в Палестину. Разумеется, те люди, которые это сотрудничество устраивали, им и в голову не могло прийти, чем это все кончится, но с точки зрения сегодняшнего результата это их не сильно оправдывает. И эту тему нужно затушевать тщательно. Поэтому ключевой элемент всех законов про Холокост в Европе запрет обсуждать его историю. Вот есть одна четко описанная история и шаг влево, шаг вправо это уголовное преступление. Каждый раз, когда нам запрещают о чем-то что-то обсуждать, можно смело сказать. Это означает, что это обсуждение затрагивает интересы каких-то очень влиятельных. Вот в случае с Холокостом все понятно. И вот дальше начинаются очень любопытные вещи. Потому что если СССР не выиграл Вторую мировую войну, а как он ее мог выиграть? Тоталитарное государство не может выиграть. Выиграть может только демократия. Выиграли войну Англии и США. Если, соответственно, Сталин был такой же диктатор и Восточную Европу не освобождали, а она из одного гнета попала в другой, то в этом случае немедленно возникает вопрос, а почему СССР пользуется плодами победы во Второй мировой войне? Я обращаю ваше внимание, что в некоторых странах Прибалтики и еще где-то в Восточной Европе приняты законы, по которым социалистическая символика приравнена к символике нацистской. Это просто запрещено делать. Запрещено ее показывать. Еще раз повторяю, цель выбить из людской памяти само воспоминание о том, что может быть построено справедливое общество, в котором все люди равны. Да, может быть, то, что было построено в СССР, это был не самый оптимальный вариант такого общества, но тем не менее продвижение было колоссальным, нужно быть идиотом, чтобы этого не понимать, или человеком, который работает за деньги на тех, кто хочет навсегда эту историю забыть. Сегодня эта тема стала сильно более актуальной. Вот почему. 20 лет тому назад и 15, и даже 10 на Западе казалось, что все замечательно, что все, что нету альтернативы. Именно 20 лет тому назад Фукуяма написал свой знаменитый текст «Конец истории», в котором сказали, что все, теперь мы те чемпионы навсегда цари горы. А нет, оказалось, что жизнь сильно более сложная штука. И сегодня Западный мир разрушается. Причем под этим лежат абсолютно объективные вопросы. Сделать с этим ничего нельзя. И в этом смысле ситуация будет ухудшаться и ухудшаться. А это значит, что появляется альтернатива, что западная идеология больше не может доминировать. Потому что когда людям нечего есть, они начинают искать альтернативу. И вот тут-то в этот вакуум идеологии может проскочить в том числе идеология марксистская. Я считаю, что сегодня мы должны очень тщательно восстанавливать нашу историю. Потому что очень может быть, что в ближайшие 3-5 лет, она снова будет очень сильно востребована во всем мире. Я считаю это главным уроком предстоящего праздника. Экономика по-русски или особенности национальной экономики. В студию микрофона Михаил Хазин начинает отвечать на вопросы слушателей. Напоминаю, телефон прямого эфира 788-107-0. Здравствуйте, послушаю вас. Здравствуйте. Если для кого это праздник, то я поздравляю всех. Дмитрий меня зовут. Михаил, вы понимаете, я думаю, вы, наверное, знаете степень деградации и образования, и культурного в общем-то уровня, и в том числе так называемые элиты российские, которые и контролируют, и полностью проводят и систему образования, и систему, собственно говоря, внушения, то есть то, что мы увидели особенно на президентских выборах, заставляет думать, что в принципе то, что вы говорите, это только, как бы сказать, благие пожелания, потому что некому это осуществить. Именно нет таких людей, как они себя называют, креативными, именно понять, что марксизм это и есть реальная альтернатива то, что вы говорите. Вот в связи с этим вопрос, разве есть такие активные группы людей, которые способны преодолеть ту, в общем-то, страшнейшую, в общем, такую систему образования именно в средствах массовой дезинформации, телевидения, радио, это же необходима колоссальная сила, чтобы это преодолеть, это же не сравнить с тем, что имел Ленин, понимаете? Ну, у Ленина было в некотором смысле еще хуже, но я хочу сказать, что вообще говоря, идея, когда, значит, только тогда становится силой, когда она овладевает массами, вот в условиях кризиса я не исключаю, что массами овладеет, я поэтому и говорю, что нужно очень активизироваться, потому что сейчас будет в мире большой вакуум власти, и нужно, соответственно, двигать туда правильную идею. Здравствуйте, слушаю вас. Алло, Михаил? Да. Здравствуйте, Сергей, меня зовут. Вот вы работали в правительстве, наверное, были причастны к государственной тайне. Вот скажите, господи, изотопный состав воздуха, и, соответственно, уже 28 числа на семинаре в нашем отделе нам сказали, что ребята, похоже, что где-то открыт, горячая озона реактора открыта, судя по изотопному составу воздуха. Но я не специалист по ядерной энергетике, я не специалист по ядерной физике, поэтому ничего такого я сказать не могу. Я занимался экономикой, кстати, за все время своей работы я не видел ни одного секретного документа. Они мне просто по работе были совершенно не нужны. Здравствуйте, слушаю вас. Добрый день, Михаил, Марина. Я хочу вас все-таки поздравить с праздником победы советского народа по главе с Иосифом Гиссарионовичем Сталином и под руководством Коммунистической партии. Это, так сказать, в исторических скрижалях факт, который пусть кто-то оспаривает, плюется, но это факт. И вы знаете, вот, например, роль Сталина очень хорошо освещается сейчас в одной газете «Советская Россия и завтра». Пожалуйста, читайте, там Рузвельт говорит о Сталине, был великим человеком, с ним можно было иметь дело. Коротко, любой диалог он направлял в дельное русло, но просто, понимаете, мы все это утеряли, потому что все средства массовой информации, ну вот только вы тут, понимаете, немножко ведете такую беседу отечественную и патриотическую, захвачены неолибералами, я подчеркиваю, неолибералами, они просто либералами, и поэтому вы посмотрите, какие фильмы у нас сейчас идут, только культура и вот звезда, еще радио есть такое, вот мы с дедушкой, ветеран он, сейчас лежит больной, только и слушаем, звезда, как ни странно, вот это вот осталось патриотической, и вот культура еще будет показывать советские фильмы, так что мы во всем правы, а силы у нас есть, Марина, задавайте вопрос, это коммунистический, Марина, вопрос задавайте, она идет как раз от преемственности, а вам большое спасибо за все, еще раз с праздником, Марина. Ну вот видите, вопрос нам не задали. Здравствуйте, слушаю вас. Добрый день. Здравствуйте. Эдуард, вы знаете, что при советской власти за вложенный рубль я получал пять долларов, Уралмаш, завод и ему подобные работали в три смены и не успевали выдавать продукцию. У нас только по Индии лежало на пятьсот миллионов заказы, и мы все это теперь потеряли. Вы представляете, к чему мы идем? Нет, я так как раз вполне себе представляю, к чему мы идем, но я хочу сказать, что на самом деле как раз эффективность нашей работы, нашей промышленности, она падала. На вложенный рубль мы получали все меньше и меньше. Основные проблемы СССР были именно в экономическом кризисе. Так что на самом деле все было не так просто. Здравствуйте, слушаю вас. Добрый день, Александр. Скажите, пожалуйста, какое число жителей может обеспечить ту роль, которая отведена Россией? Я не очень понимаю, что значит, какое количество жителей. Ну, то есть, я так понимаю, что наша страна превратилась в сырьевой призаток Запада, да? А, ну, хорошо, ну, значит, как бы, понимаете, если говорить о том, что нам нужно восстанавливать технологическую зону, то нам нужно, как минимум, полмиллиарда человек. У нас есть от силы, но сейчас на территории России живет, я думаю, где-то около 160 миллионов. А, значит, нам нужно еще 350 миллионов человек. Даже если мы объединим обратно СССР, это даст нам от силы 300 миллионов. То есть, нужно еще. И это большая проблема. А, в идеале, конечно, нужно еще больше. Напоминаю, что Китай это больше миллиарда, и Индия это больше миллиарда. Это как раз главная проблема, которую нужно рассматривать с точки зрения построения возможного будущего. Но пока ответа на этот опрос нет. Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин, я продолжаю отвечать на опросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас. День добрый. Я хотел бы задать вопрос Михаилу Хазину. Я слушаю. Вы слушаете? Конечно. Значит, вопрос такой. я вас поздравляю во-первых с праздником, с святым праздником всего советского народа. Спасибо большое. Это первое. И второе, мне, значит, сейчас президент, по-моему, издал указ о том, чтобы наградить там фронтовиков, сружник в тыл и так далее. Это прекрасно, это хорошо, они это заслужили, это так и надо делать. Но вопрос стоит в следующем мой. В России были, есть поколения потерянные, это дети войны, люди, которые родились в 28-м году и до 45-го года. Мы работали, стояли на заводе, в заводах работали, на полях работали, везде работали, и когда Советский Союз достиг в 52-м году своей довоенной нормы, так сказать, то в этом тоже немалая доля таких тружников, не тружников, а детей войны. Вот как вы расцениваете и почему правительство об этом как-то нигде. Я за 67 лет, я живу в Москве, ни разу не слышал, чтобы говорили о детях войны. И сейчас вот в преддверии нашего великого праздника 67-го годовщины, все-таки может быть как-то стоило бы отметить и людей, которые внесли довольно весомый вклад в дело победы и в дело восстановления. Ну, дети, что вы меня спрашиваете, что я могу тут сказать? Я ничего сказать не могу. Наше правительство вообще не любит заниматься детьми, если это не приносит конкретных выгод конкретным чиновникам. Что хорошо видно по количеству беспризорных, по ювенальной юстиции, по многим другим вещам. Ну, что делать? Ну, такое вот у нас правительство. Здравствуйте, слушаю вас. Михаил, добрый день, Сергей Алексеевич, меня зовут. Да, слушаю. Два вопроса. Вопрос первый. Вот с какой экономической мощью Соединенные Штаты вышли из Второй мировой войны? И второй вопрос. Вот как вы думаете, что означают слова Тетчер после распада СССР, когда она говорит, что мы не боялись мощи Советского Союза военной, а боялись экономической. И как бы пояснило, что вот СССР находила в плановой экономике все время какие-то там стимулы и рычаги, которые позволяли нам хорошо развиваться. Ну, из Второй мировой войны Соединенные Штаты Америки вышли, имея больше 50% мировой экономики и по производству, и по потреблению. А в рамках западного проекта, это было еще больше, две трети. Ну, и, соответственно, преимущество у них было совершенно колоссальное. Они его растеряли к 70-м годам, и в этот момент СССР мог победить. Реально, да, действительно, на военный удар они бы ответили. То есть, в этом смысле, нам удалось к середине 70-х достичь военного паритета. Но, экономически, чего они боялись? Дело в том, что до тех пор, пока Соединенные Штаты переваривали вот то расширение своей экономической зоны, которое произошло по итогам Второй мировой войны, там был бы достаточно большой рост. А в начале 70-х начался спад. И в этот момент экономически они, скорее всего, проиграли соревнования двух систем. Это был очень интересный момент в нашей истории. но руководство СССР отказалось форсировать выигрыш. С точки зрения здравого смысла, там под это были некоторые основания. Но, как бы, если бы была бы, если бы у власти были бы политики Сталин или хотя бы Хрущев, то, наверное, бы такого не произошло. Но Брежнев и его технократическое правительство уже думали не о политике, а о решении конкретных технических вопросов. Как мы будем держать ситуацию, как мы будем воевать с Китаем и т.д. Я про это написал на сайте WorldCrisis.ru Можно зайти на первой странице есть ссылка на мой текст «Распад СССР и мировое разделение труда», где более или менее эту ситуацию подробно я описываю. А вот дальше начинаются проблемы, потому что когда в 70-е годы стало понятно, что СССР выигрывает, они жутко испугались. Но именно поэтому они придумали способ, которым можно было не выйти из кризиса, его приостановить. Это пресловутая рейгономика. Напомню, что Рейган действовал в паре с Маргарет Тэтчер. А у нас не нашлось людей, которые бы смогли что-то альтернативное придумать. Может быть, если бы Брежневу удалось бы сделать то, что он планировал осенью 1982 года назначение генсеком Щербицкого или если бы вместо Горбачева был бы избран Романов, ситуация была бы другая и, может быть, она была бы лучше. Но уже сегодня об этом говорить бессмысленно. Другое дело, что сегодня Соединенные Штаты Америки находятся в ситуации СССР конца 80-х, их технологическая зона рассыпается и в этом смысле нужно начинать пытаться придумывать что-то новое. А вот тут не то, что придумок нет, это даже обсуждать невозможно, потому что имеются идеологические запреты. Мне кажется, что их нужно разламывать именно это, обсуждать. Но пока у нас либералы во власти это не получается. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Здравствуйте, пожалуйста. Вы были, наверное, в генерации президента, и почему вас не приглашают в областную структуру и для конкурса? Почему вы меня об этом спрашиваете, я не знаю. Вы спросите в администрации президента. Нет, я не был на инаугурации президента. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, Михаил. Сергей меня зовут. Вот такой вопрос. У вас не намечено ли написать типа книгу вот, скажем так, для членников патриотэкономии исторический обзор? Для таких вот как мы... Вы знаете, тут нужно понимать, значит, в чем вся проблема. Написание такой книги это работа пары десятков грамотных человек на протяжении как минимум нескольких месяцев. То есть, иными словами, это требует довольно достаточно большого финансирования. Пока у меня такого финансирования нет. Кроме того, нужно понимать, что я не являюсь академическим экономистом. У меня нет экономического образования, в этом смысле я плохо знаю, например, историческую литературу. Это очень хорошо знает Олег Григорьев, но вот если получится найти финансирование, то я договорюсь с Олегом, чтобы написать учебник по экономике современной и написать такую общую теорию неэкономики, то есть, собственно, той версии экономического знания, которую мы разработали за последние 10 лет. Но, еще раз повторяю, это достаточно приличный. Ну, то есть, с точки зрения там либералов или всяких там высших школ экономики, которые сидят на западных грантах, это, конечно, копейки, но с точки зрения тех людей, которые, грубо говоря, своим трудом на жизнь зарабатывают, это довольно приличные деньги, и без них это сделать просто физически невозможно, потому что люди, которые это могут сделать, у меня есть, у нас там есть группа из 10 человек, но, в общем, живут они впроголодь, и я подозреваю, что если мы ничего не найдем, то эта группа распадется, но просто причина, что все пойдут зарабатывать себе на жизнь самостоятельно. Сегодня нету такого ярко выраженного спроса на научные знания. Я очень надеюсь, что она появится, но пока нет. Экономика по-русски или особенности национальной экономики. Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин, начинаем последнюю часть нашей сегодняшней предпраздничной передачи, напоминаю, телефон прямого эфира 788-107-0. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к программе 2020? Это то, что вырабатывали свою малую... Я не учмяю, что значит, как я к ней отношусь? Я к ней не отношусь. Что касается ее содержания, это такая реинкарнация программы Гайдара. Ну, хорошо, но как бы это некоторый набор благоглупостей, реализация которых существенно сократит экономику России. Точка. Все. Увеличит безработицу, увеличит инфляцию, как бы создает в стране катастрофу по хозяйству. Ну, что еще? Я не знаю еще что. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, Михаил. Меня зовут Елена. Я всегда с удовольствием слушаю и с большим интересом вашу программу. У меня, собственно, два вопроса. Первое. Предполагаете ли вы или полагаете, что кроме марксистской теории может быть еще некая другая теория, которая могла бы помочь выйти в нашей стране и существующей ситуации? И второе, самое главное, а как вы видите ваше видение решения проблемы существующей сегодня? Какая национальная идея должна быть? Вы знаете, вообще говоря, наука развивается, особенно гуманитарная, и в этом смысле российское, как бы, вот, как бы, наше исследование, которое мы делали в экономике, это и есть некоторый синтез такой, я бы сказал, австрийской экономической школы и марксистской. Ну, что-то от монетаризма мы взяли, но совсем чуть-чуть. Более полно, это нужно, конечно, спрашивать Олега Григорьева, потому что я этого сказать не могу. А моей культуры, я академической, еще раз повторяю, для этого не хватает. Но вот, если мы найдем финансирование, то я его заставлю написать учебник, и тогда, соответственно, в нем будет все написано. Что, кто, откуда и как брал. Вот я вот так должен сказать. Что касается нашего, как бы, наших взглядов, то поймите, вот у меня тут на сайте была очень жесткая дискуссия по поводу национализма, которая показала, что сегодня наше общество довольно сильно расколото. У нас есть жесткие националисты, у нас есть такие имперские социалисты, у нас есть абстрактные марксисты, у нас есть либералы. И в этом смысле у нас должны будут довольно жесткие споры и войны. Но нам прежде всего нужен лидер, который в состоянии отстаивать интересы страны. Вот таких я пока не вижу, потому что никто не хочет отказываться от либерализма. Здравствуйте, слушаю вас. Алло, Михаил, здравствуйте. Скажите, чем отличается вот сталинская экономика, и, говоря, когда Хрущев пришел, поменял модель, что он поменял? И к 70-м годам вроде как уже были первые миллионеры у нас появились. Нет. Значит, нужно понимать, что модель, которую сделал Сталин в 30-е годы, это модель ускоренного создания технологической зоны. До этого коммунистическая власть меняла модель как минимум в три раза. Была модель военного коммунизма, потом была модель НЭПа, потом была попытка, ну, как бы, вот коллективизация, индустриализация, это уже начало сталинской модели, но, тем не менее, она довольно сильно менялась. Потом была еще одна очень сильная смена в 50-е годы. Например, при Сталине был довольно сильный частный сектор, были артели, не было частной собственности на средства производства, но, как бы, частные компании были, там, вот еще повторяю, артели, например, строительные и другие всякие, реально были, реально очень много чего делали, создавали значительную часть ВВП. Поэтому очень сложно сказать. Одно можно сказать совершенно точно, что та модель плановая, которая была к 70-м годам, уже стало понятно, что она в кризисе. Это абсолютно объективный кризис, в нем сегодня Соединенные Штаты Америки, но экономической теории, которая бы это объясняла, тогда еще не было. Теоретически, ее можно было бы сделать еще в 30-е годы, для этого ничего не нужно было. И, собственно, Роза Люксембург почти к ней подошла, но ссора Роза Люксембург с Лениным в соответствующее направление развития в марксизме закрыла. А на Западе это направление вообще не могло существовать, потому что оно предполагает конечность капитализма, и поэтому она была жестко табуирована. А в результате было совершено довольно много ошибок. Сегодня экономическая модель уже есть, но проблема состоит в том, что нет общества, которым эту модель можно вменить, потому что и в России, и на Западе либеральные экономисты имеют монополию на экономическую идеологию, в которой капитализму нет конца. Ну, послушайте, какого-нибудь, скажем, ясен. Он все время говорит, капитализм это лучшая модель. Вот в чем вся проблема. И до тех пор, пока кризис не сломает этот монополизм, я думаю, что никаких больших изменений не будет. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. А вот не могли бы вы объяснить, вот почему, вот говорят, либералист, либералист, но ведь, по сути дела, это же, ну, тот же самый фашизм, но так как население-то во всех странах, где вот такая либеральная... Нет, я не согласен. У Гитлера была довольно специфическая экономическая модель, там был очень жесткий госкапитализм и к либерализму это имело очень слабое отношение. Я напоминаю, что современный либерализм отличается рядом таких вот мулек идеологических, одна из них это толерантность, а Гитлер преследовал гомосексуалистов, евреев, славян, много еще кого. Часть 2 это, соответственно, опора, у Гитлера опора была на мелкий частный бизнес. Он, например, придя к власти, позакрывал все торговые сети. Вы представьте себе, сегодня власть в мире, в какой-нибудь стране, которая возьмет и закроет все эти там Ашаны, Волмарты и прочие, потому что, по мнению Гитлера, снабжать продовольствием города должен мелкий фермен, чтобы у него был источник сбыта. Но вот это же потрясение основ. На самом деле Гитлер и современное либеральное общество это две принципиальные разницы. Здравствуйте, слушаю вас. Добрый день. Такой вопрос. Скажите, вот как вы думаете, у Путина есть какая-то реальная программа выхода из Киев? Вы знаете, я не берусь сказать, какая у него программа с точки зрения власти и всего остального. В экономике у него программы своей нет. В этом смысле он будет неминуемо выполнять программу 2020, ну там, тормозя, быть может, некоторые наиболее одиозные ее части. Ну, просто потому, что нелиберальных экономистов в его окружении практически нет. был Глазьев, но Глазьева либералы истребили, видимо, за успех проекта таможенный союз. То есть, иными словами, для того, чтобы изменить ситуацию, Путину прежде всего нужен какой-нибудь нелиберальный интеллектуальный центр. Ну, я совершенно не хочу сказать, что это должен быть центр, который наши идеи развивает, но хотя бы, ну, хоть какой-нибудь нелиберальный. Но вот, пока этого нет. Здравствуйте, слушаю вас. Это снова Александр. Вы не могли бы ответить на вопрос, что такое Путин и для чего ему нужна власть? Ну, что за идиотики вопрос. Путин это человек, который волею в суде показался у власти в начале двухтысячных. Так уж вышло. На самом деле, там были некоторые сложные процессы и человек из силового блока должен был прийти к власти практически неминуемо. Это была уже там третья или четвертая попытка вот такого движения. Но то, что он оказался, это во многом случайность на тот момент. Сегодня Путин это человек, который олицетворяет некоторую довольно большую элитную группу, которая понимает, что элитная группа будет очень сильно сокращаться. Но вопрос в том, будет ли он что-нибудь реально делать, это вопрос отдельный. Я пока на этот вопрос ответить не могу. Но на этом, собственно, наше время подходит к концу. Наша предпраздничная передача заканчивается. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.